Вот уже 45 лет подряд весь мир в ноябре отмечает день отказа от курения. Казалось бы, о последствиях этой пагубной привычки сказано так много, что все должны расстаться с ней окончательно. Однако, по данным недавнего исследования международной страховой компании, которая изучала взаимосвязь вредной зависимости и онкологии, доля курящих в России по-прежнему высока. Как обстоит ситуация с курением в Алтайском крае? Может ли табачный дым влиять на развитие рака? И могут ли помочь медики тем, кто намерен бросить курить? Спросим у главного врача Краевого центра медпрофилактики Татьяны Репкиной и зампредседателя Комитета по здравоохранению АКЗС, профессора кафедры онкологии Алтайского медуниверситета Александра Лазарева. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ну, первый вопрос, Татьяна, будет к вам. Скажите, Алтайский край – дымящий регион? Отмечается тренд на снижение употребления табачных изделий. Среди мужчин мы это видим очевидно, если сравнивать с 90-ми годами прошлого века. И мужчины курить стали меньше, а женщины также стали курить несколько меньше, но не настолько вот явно. 14% женщин в Алтайском крае имеют данную вредную привычку. Мы должны о чем сказать? О том, что курение табака – это абсолютно устранимый фактор риска, но не все об этом помнят. И даже одна сигарета в день является уже употребление табака. К сожалению, не помним о том, что употребление табачных изделий приводит не только к онкологическим заболеваниям, к обструктивной болезни легких. И у 50-70% курильщиков данная патология развивается. Чуточку вот продолжу тему. Это важно. Онкологи, а я онколог, всегда изучали причины развития раковых болезней. Так вот еще в прошлом веке было установлено, что 35% раковых болезней связаны с табакокурением. И в Алтайском крае мы очень интенсивно этим занимались изучением. 50 лет вот в начале нашей жизни онкологической до 80% мужчин Алтайского края на том или ином этапе курили. Вот видите, сейчас тенденция пошла заметное настижение. Это напряженнейшая работа, которая привела. А женщин до 25-30%. То есть напряженная работа привела к тому, что появилась тенденция, не могу говорить, что она резко выражена, но есть. И сегодня самые большие заслуги в снижении смертности от рака, они могут быть связаны с вот этой управляемой причиной. 90-95% злокачественных на образовании легкого у мужчин связаны с этим фактором. У женщин 80% связаны. Слизистая полость рта 90%. Гортань около 90%. 78% пищевод. Желудок, поджелудочная 40%. И даже если берем урологию, там до 50% рак, шейки, матки 40%. Понимаете, то есть основные все нозологии, вот этот фактор имеет колоссальное значение. Поэтому, конечно, все время изыскивали пути, как же можно это снизить. Последние годы мы все это наблюдаем, знаем об этом, о том, что сигареты постоянно у нас дорожают. Александр Федорович, ну на ваш взгляд, вот эта мера, она все-таки действенна, она привела к тому, что снизилось за последние годы число курящих людей, вот в нашем регионе, например. Значит, пошло снижение. И сегодня, если говорить Алтайский край, заболеваемость раком легкого уже интенсивно не растет. И смертность тоже. На первом месте он многие-многие годы был. Я занимался всю жизнь раком легкого, оперировал и знаю, у нас быстрые темпы прироста и смертности остановились. И сегодня уже интенсивного роста нет. Появилась легкая тенденция направлена на снижение и у мужчин, и у женщин. В последнее время обычные сигареты вытесняют электронные. Они особенно популярны у молодежи. Много молодежи подвержены этому, много курят. Ну вот вы, как медики, дайте оценку, пожалуйста, вредоносности вот этим новомодным вещам, явлениям. На сегодняшний день мы точно обладаем данными, которые подтверждают о том, что содержание никотина в данных средствах значительно выше. И любое данное средство – это равно сигареты. Даже в некоторых случаях может быть более опасно, потому что в данных средствах они не подлежат сертификации никотина и других канцерогенов может быть значительно выше. Электронные средства доставки никотина абсолютно точно являются триггером развития опухоли и могут способствовать развитию онкологических заболеваний. И на сегодняшний день мы это видим о том, что это и отравление в том числе данными средствами. Об этом нужно помнить и не питать иллюзии о том, что данный пар, вкусный пар, ароматный пар, он безвреден. Чем опасны электронные сигареты? Они содержат синтетический никотин, он более активен и более опасен в этом отношении. И второе – эти сигареты содержат различного рода ароматизаторы, они содержат эндорфины, которые вызывают ощущение кайфа, удовольствия. Вот в чем дело. И если курят обычную сигарету, то возникает эффект рвотный, неприятный. Я потому не стал курить, в 14 лет выкурил несколько сигарет и отравился, потому что было неприятно. Сегодня этого эффекта, если курят электронные сигареты, нет, удовольствие испытывают. Вот в чем опасность. Удовольствие, кайф, затуманиваются мозги, естественно, и в этом опасность. А токсичность вот здесь еще более высока, чем в обычных сигаретах. Одна из последних запретительных мер – это продажа несовершеннолетним вот этих вейпов. Но на ваш взгляд, насколько вообще такая мера, она работает на практике? Как-то вы отслеживали, оценивали эту ситуацию, там, может быть, с парламентариями? И являются ли вот эта мера исчерпывающей на данный момент или нужно еще какие-то предпринимать сегодня, чтобы вот молодежь от этих манящих, как вы подчеркнули, да, новомодных средств все-таки убирать по возможности как-то, да? Ну, любой закон, понимаете, он, во-первых, работает не сразу, потому что нужно к нему приучить людей. Мы приняли закон по запрете продажи вейпов несовершеннолетним использования еще до того, когда отсутствовали федеральные нормы. Вот в девятнадцатом году, когда появился федеральный закон, то, естественно, он стал работать. И если сегодня столь интенсивного распространения нет, то это и есть преимущество. И если сегодня количество никотин получателей уменьшилось, это и есть косвенный эффект от того, что мы имеем. Но ожидать, что это быстро произойдет, нет. Здесь должен быть дальнейший комплекс мер, который должен что? То есть нужно ребятам, детям какой-то заменитель получения удовольствия, понимаете, от того, что. То есть нужно их переориентировать в значительной степени, чтобы они переключились. А так это сложно. Сегодня мы говорим, конфетку не надо, там сахара много. А чем заменить конфетку? То есть нужно заменить. Срабатывает закон, постепенно, роста нет, но недостаточно на сегодняшний день убедить. Только этой мерой невозможно. Вот одна из эффективных мер по вейпам – это высокая цена на вейпы. То есть поднять цену? Конечно. Это прекратит, потому что курят ребятишки, а ему будет недоступна эта сигарета. А сегодня, когда получают особенно китайского производства вейпы, они значительно дешевле, она доступна. Поднимите цену, все. Америка так сделала. Табачные изделия сегодня цивилизованных стран, они намного дороже, чем у нас. И это тормозит. Татьяна Викторовна, тем, кто намерен бросить курить, но не может с этим справиться самостоятельно, вот в нашем крае где-то таким людям могут помочь? Конечно, у нас оказывается такая помощь. И у нас есть телефон горячей линии у врачей-наркологов, наркодиспансерий, где каждый желающий может позвонить, обратиться и получить такую помощь. Но первое я хочу сказать о том, что курение больше 10 сигарет в день, это абсолютно точно вредное, пагубное употребление табачных изделий. Первое, что мы рекомендуем, это, конечно, ежегодное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В рамках диспансеризации медицинский работник оценит степень никотиновой зависимости, даст рекомендации и при необходимости, когда пациент не может самостоятельно справиться с данной пагубной привычкой. Есть возможность направить такого пациента к врачу-наркологу, где будет назначена терапия, в том числе никотин заместительный, ряд других препаратов, которые позволят справиться с данной проблемой эффективно. Лечение, конечно, комплексное, подразумевает и психологическую реабилитацию пациента, и, конечно, медикаментозно. Есть случаи, мы с вами знаем, Марк Ватоквен, о том, что я бросала курить много раз, и это очень легко, да, и возвращался. Поэтому здесь задача отказаться и поддерживать, да, отказаться, скажем так, не то, что долгосрочно, да, а отказаться на всю оставшуюся жизнь. Вот тем, кто не курит, но вынужден отдыхать табачный дым, скажем, там, родственник дома курит или сосед по лестничной площадке, что вы можете сказать вот таким людям вообще, насколько им нужно быть бдительными? Правда ли, что от табачного дыма тоже может развиться онкология, как часто говорят? Ну, пассивное курение, оно содержит весь тот же перечень канцерогенов, которые в табаке, даже еще более выраженный, концентрированный. То есть вот иногда муж покурил на площадке, пришел вроде бы в семью уже не курящей, но вы знаете, что на протяжении длительного времени все, что он поглотил, он это все выделяет в окружающую атмосферу, в окружающий воздух. И пассивное курение сегодня повышает риск развития злокачественных опухолей в два раза. Абсолютно точно известно. Сегодня как работают многие страны, скандинавские, Сан-Франциско, например, жилые массивы, где не селятся люди, которые курят. Вот в дом не поселят вас. Моя ученица сейчас доктор, она работает там, запрет на профессии. Во-первых, если ты куришь, ты не будешь врачом работать. Если ты куришь, кто-то в твоей семье, то тебя в этот дом или в этот подъезд не поселят. А родным курящих людей, что бы вы посоветовали, как им оценить состояние своего здоровья? Возможно, тот же вред от никотина, как он воздействует, где это проверить? Также к вам в центр обратиться? Конечно, можно обратиться к нам, 3 шестерки 750, записаться и пройти. Очень простая методика, которая называется спирография. Это оценка внешнего дыхания. И если будет снижение отмечено, это ряд рекомендаций дополнительных обследований. Поэтому мы всех приглашаем записаться и пройти бесплатно в рамках государственных гарантий. Почему люди курят? Потому что это вызывает удовольствие определенное. С этого началось. Почему люди пьют? То же самое. Вот нужна альтернатива. То есть тогда, бросить, когда будет альтернатива, когда человек будет менять постепенно свой менталитет. Нужно формировать здоровый образ жизни, привычать к физической культуре, спорту, методичность детских лет и последующим. И только это приведет, естественно, к оздоровлению нации как таковой. Культура поведения формируется в семье. И некурящие родители, и особенно некурящая мама, потому что женское поведение, поведение мамы очень влияет, в два раза больше влияет на ребенка, чем поведение папы. Поэтому некурящая семья, семья, которая ведет здоровый образ жизни, это залог во многом здорового поколения в будущем. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о вреде курения, о том, какие нужны меры для оздоровления нации в этом вопросе, мы разговаривали с нашими гостями. С главным врачом Центра медпрофилактики Татьяной Репкиной и заместителем председателя Комитета по здравоохранению АКЗС Александром Федоровичем Лазаревым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok